Всем привет! Это канал Процветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я хочу рассказать о моей любимой овощной культуре – капусте брокколи. Вы узнаете, когда ее нужно сеять на рассаду и как ухаживать, чтобы получить хороший урожай. Капуста брокколи – это растение из семейства крестоцветных. Ценится она прежде всего за высокое содержание витаминов, бета-каротина, а также микроэлементов. На наших садовых участках, огородах эта капуста еще довольно редкий гость, и у многих огородников возникают проблемы при ее выращивании. Сегодня я поделюсь своим опытом выращивания данной культуры, и у вас, конечно же, все получится. Первым делом нужно определиться с выбором сорта или гибрида. Например, я предпочитаю выращивать гибриды, потому что они менее склонны к цветению и образуют всегда крупное и плотное соцветие. В этом сезоне я буду выращивать гибрид Монако и гибрид Ботавия. Эти гибриды мне очень нравятся, я их высаживаю ежегодно и всегда довольна урожаем. Далее приступаем к посеву на рассаду. Спешить, конечно же, не нужно, ведь рассада капусты брокколи вырастает очень быстро – 40-50 дней, и можно высаживать ее в открытый грунт. Обычно я высеваю капусту брокколи на рассаду в теплицу примерно в конце марта либо начале апреля. В это время могут случаться еще весенние заморозки, и молодая рассада может пострадать даже в теплицу. Поэтому после того, как я посеял семена, я накрываю грядки в теплице дополнительно белым спонбондом. Спонбонд будет защищать молодые всходы от морозов, а также будет сохранять влагу в почве, и капуста будет развиваться очень быстро. В итоге к началу мая у меня вырастает хорошая рассада капусты брокколи, и ее высаживаю в открытый грунт. А на место в теплице я высаживаю основные культуры – томаты и перцы. В итоге у меня такая экономия пространства. В начале мая также нередки заморозки в открытом грунте. Но не стоит переживать, капуста брокколи выдерживает морозы до минус 2 градусов. Тем более и в открытом грунте вы можете укрыть посадки белым спонбондом. Многие зрители поинтересуются, почему я высеваю на рассаду капусту токрана и высаживаю токрана в открытый грунт. Хочу объяснить. Дело в том, что капуста брокколи – растение длинного светового дня. И если, например, высадить рассаду брокколи в открытый грунт в конце мая, то будет слишком много света, и растение будет стремиться уйти в цвет, и образует мелкие и неплотные соцветия. Поэтому лучше ее высаживать намного раньше. Если мы знаем, что для крупных и плотных соцветий капусты брокколи нужен короткий световой день, то рассаду брокколи можно высаживать и во второй половине лета. Посейте на рассаду семена примерно в конце июня, и к осени у вас будет хороший урожай. И тем более у нас опять же будет экономиться место на грядках. Например, капусту брокколи можно высадить после уборки чеснока либо лука. Теперь поговорим о подготовке почвы под брокколи. Грядку нужно готовить заранее и хорошо заправить. Подготовкой я занимаюсь уже осенью. Вношу под перекопку примерно 10-15 литров перепревшего компоста. А затем весной вношу полное комплексное минеральное удобрение. Например, обычную аммофоску примерно 80-90 грамм на метр квадратный. И затем приступаю к посадке. Делаю лунки и ряды. Расстояние между рядами примерно 80 см, между растениями 40-50 см. В лунки перед посадкой всегда добавляю золу, ведь капуста очень не любит повышенной кислотности почвы. А зола в дополнение не только раскисляет почву, но и обеспечивает брокколи дополнительным питанием, так как в ней содержится много фосфора, калия и различных микроэлементов. Есть также и определенные моменты в посадке капусты брокколи. Лучше ее высаживать в дождливую и пасмурную погоду. Если погода будет сухая или жаркая, капуста будет плохо приживаться и потребуются многие и частые поливы. Но также если идет дождь, то полив обязательно, ведь почва должна уплотниться, чтобы капуста хорошо прижилась. Примерно через 2 недели после посадки капуста брокколи начинает активно расти и развиваться, и в этот момент ей нужны дополнительные подкормки. Обычно брокколи подкармливаю всего лишь 2 раза. Использую для подкормки компостный чай. О нем я уже рассказывал в предыдущих роликах, но напомню. На 1 треть я заполняю 10-литровое ведро, перепревшей травой из компостной кучи. Заливаю все это водой, размешиваю и поливаю рассаду. Под каждый кустик брокколи примерно литр-полтора вот этого настоя. И провожу такие 2 подкормки с интервалом 2 недели. Больше никаких подкормок я не делаю, ведь питания в почве ей достаточно. Урожая собираю уже в конце июня. Причем, когда срезаю основное сатьветие крупное, кусты брокколи ни в коем случае не выбрасываю на компостную кучу. Потому что в междоузелях между листами образуется новое сатьветие. Они немножко меньше по размеру, но все-таки это дополнительный и хороший урожай. В итоге с одного куста брокколи можно собрать 2-3 урожая. Что касается болезней и вредителей, то капуста брокколи, конечно же, может поражаться ими. Поэтому, чтобы не возникало таких проблем, обязательно соблюдайтесь и в оборот. На прежнее место брокколи возвращаю не ранее, чем через 6 лет. Стараюсь каждый год выбирать новый участок для посадки капусты. В этом случае болезней практически не появляется. Что касается вредителей, то очень часто они наносят урон растениям. Могут появляться и слизни, и тля, и различные другие насекомые вредители. Для обработок я стараюсь использовать биопрепараты. Например, применяю фитоверм для обработок по листу, а под корень я проливаю раствором с баверией. Одну чайную ложку гранул на 10 литров воды и примерно по литру под каждый кустик. И вредители у меня практически не появляются. А те вредители, которые и присутствуют, они не наносят ощутимого урона. Многие датчики жалуются, что капусту уничтожают и съедают слизни. У меня, скажу честно, таких проблем практически не появляются. Слизни основном вредят капусте в конце лета, либо осенью, когда стоит сырая и влажная погода. Но их я вылавливаю с помощью ловушек. На капустных грядках попросту раскладываю старые доски. Когда днем жара, солнце, слизни прячутся под этими досками. А затем я просто поднимаю доски и собираю вредителей. И никакого вреда для капусты, ведь не нужно применять никакой химии. Все растет отлично и хорошо развивается. Вот и весь секрет выращивания капусты брокколи. В сезон обязательно покажу, какой урожай у меня получается. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова